Продолжение следует... Продолжение следует... Но тем не менее, добрый вечер, добрый день. Для кого-то, может быть, даже доброе утро, я не знаю. Для тех, кто вдруг забыл, или кто-то опять путается. Но меня все еще зовут Дмитрий Бэйл. И добро пожаловать на мой уже, получается, четвертый стрим на данном канале. Уже есть первый человек в чате, ZoneX, ZonaX. И вам тоже категорическое приветствие от меня. Но сегодняшний наш стрим очень необычный, дорогие дамы и господа. А вот почему он нестандартный. Во-первых, потому что я буду без наушников работать. Это во-первых. А во-вторых, сейчас я проверю звук, работает ли он у нас или нет. Да, все четко. Уже четыре человека. Ну, ладно, три. Потому что четвертый это я. Объясняю, чем у нас сегодня будет стрим наш необычный. Как многие из вас знают, у меня третьего числа, то есть четыре дня назад, случился, ну как случился, он случается каждый год, но тем не менее, третьего числа у меня был день рождения. Скажите, пожалуйста, сколько мне исполнилось. Ладно, не буду вас заставлять, так сказать, гуглить и лазить по ВКонтакту. Скажу, мне исполнилось 26. И по этому случаю я решил организовать не просто стрим, а специальный стрим. Я ведь не зря и в заставке, которую вы видели в первую очередь, и в названии этой трансляции, там было четко написано, что это будет творческий вечер Дмитрия Бэйла. А что такое творческий вечер? Это когда по случаю какого-то там дня, скажем, выхода на пенсию, день рождения и еще чего-то устраивают творческий вечер. Это, как правило, собираются очень много разных музыкантов, звезд, и которые как бы своим присутствием, своим творчеством дарят атмосферу праздника и юбиляру, и имениннику, и всем тем, кто смотрит это в зрительном зале, или по телевизору, или на том же ютубе. Но сегодня будет не совсем так. Сегодня у меня не настолько большой круг моих знакомых, что, чтобы их приглашать, и чтобы они тут еще пели специально для меня. Поэтому сегодня петь и играть буду я. Могу вам сразу сказать, что Гриши Ющенко мы сегодня точно не увидим, ни в качестве собеседника, ни в качестве хотя бы человека, который в чате сидит. Но я надеюсь, что все остальные придут, по крайней мере, на трансляцию. Я опять-таки говорю, приходите сами, приводите друзей, и, соответственно, возрадуйтесь, скажем так, тому, что я сегодня с вами. У нас сегодня запланирована неплохая такая программа, должен вам отметить. Сегодня я исполню для вас 10 песен. 10 песен, причем они довольно разнообразные. И я надеюсь, что вы получите от их прослушивания удовольствие, и, надеюсь, заметите хоть какой-то прогресс у меня в плане музыки. По крайней мере, в плане... Как минимум, хотя бы в плане вокала, потому что все-таки маленький, но прогрессик есть, я считаю. Ну, я думаю, что мы не будем откладывать дело в долгий ящик. У нас сегодня не будет никакой электрухи, у нас не будут никаких эмулированных барабанов. У нас сегодня все живое. Живой звук, соответственно, живая гитара, вот она. И, соответственно, живой голос. Я вот только думаю, может быть, чуть-чуть к себе так пододвинуть микрофон, чтобы я не сильно наклонялся. О, вот так даже будет хорошо. У нас будут сегодня много песен. Ну, как много? Ну да, в общем, много сегодня будет, да. Трансляция будет идти, наверное, часа. Ну, я думаю, полтора, не сильно много. Естественно, параллельно тем, как я что-то буду исполнять, вы, естественно, можете задавать вопросы, можете меня поздравить, если считаете нужным. Хотя, сделайте, пожалуйста, я думаю. Естественно, можете задавать вопросы. Между исполнением песен я буду на них отвечать. И, соответственно, вы получите от меня какие-то хорошие слова. Или хотя бы то, что желаете сами услышать от меня. В общем-то, в любой сфере, в любой, так сказать, ну, в любой, грубо говоря, сфере, вы можете получить ответ, необходимый вам. Но, конечно, речь там не идет о какой-нибудь там политике или еще какой-нибудь... Поэтому я думаю, что... Хотя про политику мы сегодня петь будем, но, тем не менее. В общем, что интересно, задавайте. Буду отвечать между делом. Так, сейчас проверим все. И, кстати говоря, вот есть некоторые люди, которые не смогли прийти на нашу трансляцию, или те, кто подтянутся позже. Я, наверное, хочу заранее перед вами извиниться за не очень хорошее качество того, как звучит гитара, и как звучит голос. Я уверен, что или гитара, или гитара будет перебивать то, что я буду выплескивать из своего рта. И поэтому я вот как решил перестраховаться. Всем тем, кто по каким-то причинам не смог сегодня к нам заглянуть, я параллельно со всем этим... У меня тут есть пара звукозаписывающих устройств. Более лучшего качества. И, естественно, все, что я сегодня здесь буду исполнять для вас вживую, это, естественно, потом будет нарезано, грубо говоря, будет смонтировано, я бы даже сказал, сведено, и все, что я тут наиграю, в итоге выйдет в качестве такой отдельной, ну, типа... типа концертного альбома, что-то такое. Но я бы сказал, что это скорее не концертный альбом, а что-то такое, типа... Ну, несмотря на то, что, кстати, самоизоляция, я, кстати, не знаю, продлили у нас ее или нет, но, типа говоря, грубо говоря, дистанционный концерт для всех вас, для всех тех, кто подписан на мой канал и так далее. И, наконец, прежде чем приступить, я вот еще что заметил. У меня тут чат есть, вот буквально под рукой. Хотя чат у меня есть вот здесь и так далее. Я хочу сказать вам спасибо. А вот за что. С момента нашей предыдущей трансляции у меня резко увеличился показатель количества подписчиков. То есть на момент того, как я проводил прошлую трансляцию, там было 75 подписчиков, а сейчас их уже 83. Во многом, конечно, это из-за того, что Денис Колобаев спустя 11 лет на меня подписался. Ну, спасибо ему за это, передаю ему привет и надеюсь, что он сегодня к нам заскочит. Ну, и всякие другие люди. И, в основном, конечно, за счет ситуации с летсплейщиком, о которой я уже не хочу говорить. Вот, кстати, в том числе и ZoneX, пользователь, который у нас пишет, что голос сейчас очень хороший. Но это я пока просто пять не начал, поэтому он хороший. В том числе и он тоже подписался на мой канал из-за этого. Так что спасибо всем тем, кто подписывается. Не забывайте репостить все мои видео. Не забывайте делиться ссылками на мои соцсети, чтобы они тоже подписывались. Но это только в том случае, если я вам действительно нравлюсь. Как блогер, и как творческая личность. Ладно, хватит базарить. Я тут уже минут сколько? Минут 10 уже базарю. Давайте уже что-нибудь исполним. Первая песня, которую я хотел бы исполнить. Объясняю зачем. Я бы даже так сказал. Опять-таки, возвращаясь к теме коронавируса, я могу, плюс ко всему тому, что появился коронавирус и многие еще другие факторы, и они позволяют мне прямо сейчас за три с лишним недели до конца лета сказать о том, что это было худшее лето в моей жизни. И дело даже не в том, что я не смог отдохнуть, не мог поехать хотя бы на какие-нибудь озера, не говоря уже там про моря и океаны, но и в том, что нету веселья как такового, потому что, опять-таки, массовые мероприятия запрещены, тыры-пыры, и поэтому какая-то какая-то грусть есть на душе. Тем более, что у нас первую, большую часть июня были дожди в основном. Пара-тройка дней была прямо жарких. И я хочу сейчас исполнить песню, которую написал не я, и которая является одним большим воспоминанием, а, наверное, об одном из лучших летних дней моей жизни. Это было 4 года назад, 16-й год. Я тогда познакомился с кучей классных людей, с которыми мы разошлись впоследствии. Ну, просто в память о том хорошем леди, которое было. Я хочу исполнить следующую композицию. И заодно передать привет небезызвестному во всем музыкальном мире человеку по имени Трент Резнер. Не исключаю, что буду фальшивить. Ты всего лишь копия, лишь копия, лишь копия, тебе незнакомы чувства. Ровно как и тысячи, тысячи, тысячи рожден в результате колдунства. Ты всего лишь человеческая, веческая тень. Ты существуешь, а не живешь. Ты должен слушаться и слушаться лишь нас, и наше величие ты поймешь. Нет жизни у тебя антиутопия, поглоняйся лишь нам, ведь ты копия, лишь копия. Мир скатился в никуда, на него пародия. Овощем в нем будешь ты, и ты копия, лишь копия. Люди, как ресурсы, как ресурсы для всех нас, чтобы мы жили долго и без забот. у тебя давно уже, давно уже нет мозгов, что перевернуть все наоборот. нет жизни у тебя, нет жизни у тебя, антиутопия, поклоняйся лишь нам, ведь ты копия, лишь копия. Мир скатился в никуда, мир скатился в никуда, на него пародия. Овощем в нем будешь ты, ведь ты копия, лишь копия. ядр. Овощем в нем. Восстание В Астане случилось Ты с остальными дошел до нас Но их планы рушатся и рушатся и рушатся Когда охрана расстреляет вас Нет жизни у тебя, антиутопия Поклоняйся лишь нам, ведь ты копия, лишь копия Мир скатился в никуда, на него пародия Овощем в нем будешь ты, ведь ты копия, лишь копия Да, вот такая не самая, скажем так, веселая песня Открывает наш сегодняшний небольшой концерт Не удивляйтесь тому, что я буду сегодня вот так лажать Потому что я на самом деле страшно волнуюсь Потому что это, наверное, первый раз, когда я исполняю такой целый Ну, практически такой мини-концерт, грубо говоря Пять человек тем временем, ладно, четыре Это я пятый тут еще буду сторожить чат Зоуныкс пишет Не волнуйся, все получится Ну, дай бог, на самом деле Луна Манума Дроу Здравствуй, Дмитрий Видела запись твоего диалога в группе вида по поводу Даниила Царствие ему небесное Захотелось полностью прийти на стрим Добро пожаловать, я очень рад вас видеть Стал интересен ваш ход мыслей вашего собеседника Григория Также о вас неоднократно говорил Денис Колобаев Он когда-то обо мне говорил На самом деле, я, честно говоря, не помню Потому что Данил Ой, не Данил, Денис Если говорил где-то обо мне То это, скорее всего, ролики, тесно связанные со мной Поэтому Не, ну если, может быть, Денис потом предоставит Я посмотрю, вспомню, может быть А вот, собственно, и Денис подскочил Здарова, Денчик Как поживаешь? Как, кстати, у тебя там Самоизоляция, прости господи Кстати, скажи, пожалуйста А вот это правда, что у вас в Москве уже открыли кинотеатры? Вроде как с 1 августа там Собирались это сделать И, кстати говоря Луна Мануна Луна Мануна Вот Вы можете тоже спрашивать о чем-либо Можете меня поздравить У меня 3-го числа День Рождения был, если что Поэтому, собственно, стрим сейчас и у нас Имеет место быть Ну ладно, пока, я думаю, у нас продолжается тусич в чате Я тем временем, наверное, перейду к исполнению нашей следующей песни Денчик, меня так почти все называют на работе Ха, Денчик, а я Павлик Это, так сказать, олды на месте, скажем так Следующая песня Которую я, на самом деле, написал уже Тоже в 2016 году Она впоследствии вошла в альбом Который называется Кузница песен Который слушать сейчас совершенно необязательно Учитывая, какой прогресс в музыке у меня случился за эти годы Но, тем не менее Вспоминая Вспоминая Одну из тем предыдущего стрима Это касалось моего инстаграма Кстати, ссылка в описании Подождите, я сейчас проверю Точно ли она в описании Да Ссылка на мой инстаграм в описании Я хотел бы вспомнить песню, которая вот История которой История вот этой личности, которая описывалась в той ситуации Частично легла в основу И самое главное, что вы должны знать об этой песне Это то, что ее придумал Не я Я помню тот день, когда впервые Я сказал, что люблю тебя И ты ответила мне Взаимностью по прошлому парню не скорбя Мы мечтали о встрече много-много лет Считали дни до часа икс И хотели бы прямо на перроне Друг другу устроить сюрприз Но внезапно открылась активация Windows Да Извините, я просто текст Я сразу говорю, текст наизусть я не помню Потому что эту песню давно не исполнял Так, пожалуйста, не выскочишь второй раз? Выскочил Продолжаем Но внезапно что-то пошло не так А нет, там прыгнул, ладно Но внезапно что-то пошло не так Я словно попал под капкан Ты сказала мне, что я тебе враг Правда, я не услышал и в глазах туман Эту мелодию придумал не я Эту мелодию придумал другой Чтоб я сказал, что мы даже не друзья И наши мечты рухнут с неба звездой Шаги твои загадочные и странные Наверное, была ты не в себе Обидел ли я тебя или другой? Вопрос остался открыт Я хотел все исправить и жить Даря улыбки и счастье тебе Но я собрал всю волю в кулак И сказал, мы не будем вместе Таков мой вердикт И вот уже который день я молчу Хочу тебя обратно вернуть Но это невозможно, как я не хочу Лучше ты меня забудь Эту мелодию придумал не я Эту мелодию придумал не я Эту мелодию придумал другой Чтоб я сказал, что мы даже не друзья И наши мечты рухнут с неба звездой Вторая песня исполнена благополучно И появляются ли у нас вопросы благополучно? С прошедшим почти сверстник мне будет только 25 Ну, а, вам будет только 25? Ну, в таком случае с наступающим вас Самоизоляции уже практически нет Я и на работу хожу Правда, во фрилансерском режиме Я делаю параллельно 3D проект В фрилансерский это ты получается Ну, на удаленке работаешь, да, наверное? В Москве открыли кинотеатры Да, только с 50% заполняемостью и в масках А у нас нет У нас даже пока к этому ничто не идет Маски и дистанция в транспорте и магазинах И запрет на массовые мероприятия По идее, это те ограничения, которые остались в Москве По крайней мере, те, которые я на себе ощущаю Привет, Луна или Луна А, кстати, вот как вас правильно, Луна или Луна? Действительно, интересно Так, ну, вроде никаких срывов больше нет Вроде ничего такого странного нет Страшного тоже Надо У меня, естественно, сегодня есть водичка Чтобы Чтобы горло у меня не сдохло окончательно Я надеюсь, что Я сегодня голос не сорву Потому что мне еще вокальные партии для альбома записывать Кинотеатры, как их мне не хватает А я, честно говоря, уже давно в кинотеатры не хожу Потому что я с кино перескочил на музыку Как вы видите И поэтому я сегодня для вас пою Не, это когда хочу, тогда и хожу Это из-за дополнительной работы по 3D проекту А вот что это означает Ну что, наверное, пока другие подтягиваются и Дальше всякая движуха происходит Ну-ка Да Я хочу исполнить следующую песню Я тоже на своем стриме не сразу выговорил Луна Мануна Ну, скорее всего, Луна Мануна Потому что Луна Мануна Луна Мануна, это уже какая-то, я не знаю, название книжки Пелевина, наверное Вот на самом деле Исполняя следующую песню Я очень страшно, еще страшнее волнуюсь Потому что я эту песню Ну, только репетировал пару раз и все То есть Есть шанс, что я и здесь зафейлю Но С другой стороны Я честный человек Я честный, ну Скажем так Не всегда, но честный блогер в основном Поэтому Пусть будет, как будет Обосрусь, так и ладно И на самом деле Зря, очень зря И даже плохо, что сегодня Гриши нет Поэтому Он бы на самом деле оценил бы то, что я сейчас вам исполню Но вот здесь я, скорее всего, зафейлю некоторые моменты Но ладно Я, в конце концов Нерегулярно выступаю На концертах Точнее, я вообще ни разу не выступал Со своими песнями именно Но тем не менее Гриша, это для тебя Мое сердце сильно дрожит В памяти тьма и кровь кипит Городской шум рвет он мне мозг Жарче нарежет сталь И сжигает мост за собой К солнечную даме Душа болит, звучит сиреной Невинных будут помнить стены Серый мир Мир есть, но я уже не тот Снаружи призмы, внутри шок И после летних ночей есть В предчувствии беды Звезды ожидают ночи Душа к свету прорваться хочет И толпа коса смотрит вслед Я для нее враг Мир есть, но я уже не тот Снаружи призмы, внутри шок И после летних ночей есть В предчувствии беды Мир есть, но я уже не тот Снаружи призмы, внутри шок И после летних ночей есть В предчувствии беды Все слаще песни, все нежнее слова Я чувствую здесь что-то не так Кто-то шепчет мне Оглянись назад Все слаще песни, все нежнее слова Я чувствую здесь что-то не так Кто-то шепчет мне Оглянись назад В этой стране происходят страшные дела В этой стране происходят страшные дела. Мир есть, но я уже не тот, Снаружи призмы, внутри шок. И после летних ночей есть предчувствия беды. Мир есть, но я уже не тот, Снаружи призмы, внутри шок. И после летних ночей есть предчувствия беды. Это был вот такой своеобразный мэш-ап из двух крутых песен. И вы знаете, на самом деле я хочу сейчас сделать небольшой анонс. И вот какой. Я на прошлом стриме говорил о том, что будет один большой ролик. И для того, чтобы его снять, мне не хватает некоторых реквизитов. Так вот, этот реквизит до сих пор не доехал. Я уже даже начинаю сомневаться, что он доедет. Но да ладно. И поэтому я думаю, что в промежутке после этого стрима и перед выходом того большого ролика, перед тем, как я наконец запущу его в производство, я, наверное, вот этот кавер выпущу в полноценном виде. Поэтому я надеюсь, вы будете рады этому. Значит, считай две различные работы. Это, видимо, да, к вопросу о том, что был у нас. Вот этот вопрос по поводу фрилансер, что это такое. Пой как можешь. Ну, как могу, видите, да. Спасибо вам за поддержку. Вопрос. Ты не думал когда-нибудь поучаствовать в съемках какой-нибудь ТВ-передачи или фильма в качестве массовки, или даже участника, чтобы, скажем так, увидеть процесс работы телевидения с другой стороны? Денис, я тебе могу сказать, что такой опыт у меня уже был, но на самом деле про него мало что можно сказать. Да, даже несколько было опытов. Самые два, которые я помню, когда я был реально на телевидении, один раз это было больше шести лет назад, это был июнь 14-го года. В этот момент шел чемпионат мира по футболу в Бразилии. По-моему, да, в Бразилии, да. И я тогда еще играл в составе футбольной команды, которая состоит из болельщиков футбольного клуба Енисей Красноярского. И нас, некоторых людей, типа кто хочет, там было пять человек, там приглашали людей, которые хотели бы посмотреть прямо в офисе местного телеканала, называется ТВК, и там посмотреть футбол, и там туда заглянут корреспонденты, журналисты телепередачи, которая называется «Новое утро», по-моему. А поскольку чемпионат мира был в Бразилии, там гигантская разница часовых поясов, и поэтому матч для нас шел где-то часов в пять, в шесть утра, и вот как раз в это время началось вещание программы. Значит, заходят корреспонденты, это было, кстати, в прямом эфире, и заходили, как бы спрашивали у нас, какие шансы, как у вас настроение, все такое, в общем, что обычно спрашивают у футбольных болельщиков. Я в этом эфире не сказал ни слова, но я там был в этом самом, я там был в кадре, я до сих пор помню, у меня были такие волосы, они не такие длинные, как сейчас, а вот такое гнездо практически на голове, с челкой такой вот, у меня были практически такие же очки, что на мне сейчас, и я помню, сидел в форме, футболка на мне была такая красная, это была, короче говоря, выглядела как форма сборной России на чемпионате Европы 2012 года, и я сидел, я там не сказал ни слова, но я просто как бы нашел этот эфир, скачал и помню, залил как-то на свой канал, который впоследствии удалили. Сейчас я не могу найти этот эфир от слова вообще, то есть на старом компе, монитор которого сейчас передо мной, его там нет, и все, что остается, это только, даже кадров, по-моему, не осталось никаких. И один раз я, кстати, засветился не на каком-нибудь телевидении, а на новосибирском, рассказываю, как это было. В июле 2011 года я впервые в своей жизни поехал в другой город без родителей. Это было все с теми же ребятами из команды, которая состояла из болельщиков Енисея, и нам там за счет клуба в автобусе в Междугороднем, значит, типа, кто желает, может, типа, поехать. Я помню, тогда товарищ Гильдеев меня завлек на это дело, но я поехал, как бы родители предупредили, я родителей предупредил, они с горем пополам и с вот таким вот предостережением, но согласились, как бы, еть. Даже, по-моему, фотография осталась, как нас запечатлели, ну, грубо говоря, папарацци, но, в общем, сторонние люди, где мы лежим вот так вот с Гильдеевым в этом самом, в двух креслах и практически прижимаемся друг к другу. Ну, милота, короче, чистая. Я помню, мы ехали что-то часов в 12, я впервые тогда побывал в Новосибирске, и впервые, наверное, в жизни поиграл на футбольном поле хотя бы с искусственным газоном. Я там вышел во втором тайме, нанес два удара поворотом, и все. Мы там проиграли вчистую, там, с крупным счетом, и в итоге, так сказать, разошлись. Ну, естественно, фотографии есть, у меня на странице ВКонтакте есть целый альбом, он так и называется, Новосибирск, и там куча фоток с того мероприятия. И я там буквально на 2 секунды засветился в репортаже местного телеканала. Вот, по-моему, с Новосибирским у меня, по-моему, даже запись где-то сохранилась. Ну, в общем, так или иначе, на телевидении я был. Так что я не видел, как оно, конечно, изнутри работает. Мне достаточно каких-нибудь там футажей из 90-х, когда еще Влад Листьев был жив. Вот мне вот этого достаточно вполне. Ты бывал в Новосибирске? Да, бывал. Бывал дважды причем. Второй раз я поехал где-то, по-моему, в 13-м году, но ехал я уже один, даже без Гильдеева. Правда, там тоже были, естественно, встречи с поклонниками футбольного клуба Сибирь. Просто товарищеский матч перед игрой. Я там сыграл совсем немного, потом стал гулять по городу и так далее. Потом приехал, как помню, на стадион уже. У меня, кстати, даже... Вот это точно у меня сохранились, прямо эти хроники. У меня тогда в 13-м году был проект, который называется «Футбольная аналитика». И я там делал репортаж в одном из выпусков. Это был 10-й, последний выпуск. Ну, грубо говоря, это просто влог, как я в Новосибирске, естественно. То есть вот так вот ходил с камерой и вот просто записывал все происходящее. И я прекрасно помню, что когда был матч, Енисей тогда выиграл у Сибири со счетом 3-0 и все три мяча были забиты еще в первом тайме. То есть второй тайм был, грубо говоря, решен за нас. И там, по-моему, даже вратарь Енисея, уже не помню, кто это, по-моему, Андрей Синицын был, он там в этом матче потащил пенальти. Опять-таки, по-моему, в первом или втором тайме, уже не помню. А когда мы в 11-м году ездили, Енисей выиграл 1-0, там голы забили на последних минутах. Поэтому от Новосибирска, как от города, у меня осталось очень приятное впечатление. Даже сейчас, спустя годы, с тех путешествий, я могу сказать, что Новосибирск, как город, мне кажется, он гораздо лучше Красноярска, как минимум, потому что там есть метро. Да, там всего две ветки, станции что-то штук 15-17 или около того. А я тогда очень дико от метро пёрся, очень дико. Причем от метрополитена как средство передвижения, как и от серии книг про метро. Метро 2033, 34, 35 и куча спин-оффов. И поэтому мне осталось... Сам факт того, что я могу сам покататься в метро, и в основном за счет этого Новосибирск мне нравится больше, потому что у нас уже с 90-х не могут метро построить. Вот те деньги, которые были потрачены на вот этот всемирный позор под названием Зимний универсиады 2019 года, лучше бы эти деньги на метро потратили, серьезно. Пусть оно будет такое же, как и Новосибирская, маленькая 17 станций, но, блин, лучше уж так, чем вот технически позориться на весь мир. Поэтому да, Новосибирск, но Новосибирск прекрасен. Ну что, вопросов у нас пока не поступают, а это значит, что можно сыграть следующую песню. Я думаю, что ни для кого уже... Ни для кого не секрет, что я бью себе гитарой по морде. А во-вторых, вы, наверное, уже знаете, вот те, кто следит за моим творчеством, что следующая песня, которую я хочу исполнить, она 100% войдет в альбом, потому что она выходила в качестве отдельного сингла. И эта песня сопровождалась небольшим таким, ну, скажем так, скандалом, который не выходил за пределы конкретного круга людей. Там были несколько... Да даже несколько... Одна мега-идиотская фраза, я не могу об этом... Не могу сказать по-другому, но тем не менее. Я хочу вам сказать, что несмотря на все это, я очень горжусь этой песней. Правда. Потому что... Те стихи, которые я написал к ней, вот этот текст, я считаю, что это пока что лучшее, что я написал. Все вот эти метафоры, вся вот эта... Вся, в принципе, вот эта красота, весь общий посыл, и в целом такая история, я очень ею горжусь, серьезно. Очень ею горжусь. Если вы не понимаете, о какой песне идет речь, то в таком случае добро пожаловать в автобус. Ты был очень добр, и не любил ругаться. В доску был пацан, и не без водой. Минусов немало, им не было деваться, но нам на это было все равно. Но вдруг шок стучится к нам в двери, вздор поглотил тебя с головой. Не было повода тебе не верить, но для себя сделал ты шаг роковой. Ты продал свои слова, и этим очень горд, но о тех, кто ценил тебя, ты думать не желал. Я не ту ноту взял, по ей пухтой, зови бензобак, газопедаль, битов упор, маршрут ты назначил сам, ведь это твоя судьба. И твой автобус. И в одночасье рухнуло небо, и оказались скованные тобой. Марторчик громко и сперево, и мы против тебя вступили в бой. Ты сам себе водитель и кондуктор, выдавший билеты в один конец. Вокруг нас одна сплошная пустошь, и это все ты проклятый лжец. Ты продал свои слова, и этим очень горд, но о тех, кто ценил тебя, ты думать не желал. По ей туфтой залит бензобак, газопедаль, битов упор, маршрут ты назначил сам, ведь это твоя судьба. и твой автобус. Ты говорил, что был честен с нами, ты говорил, что сильнее всех здоров, но доверие друзей растоптал ты сапогами, а на твоей душой кружит черный ворон. До скорости света ты транспорт разогнал, не задумываясь о количестве жертв. Вот результат того, что ты нам врал, конечная станция. СМЕРТЬ Ты продал свои слова, и этим очень горд, но о тех, кто ценил тебя, ты думать не желал. По ей туфтой залит бензобак, газопедаль, битов упор, маршрут ты назначил сам, ведь это твоя судьба. И твой автобус. Вот мы и покатались в автобусе. Не без лажи, конечно. Читаем дальше. Что у нас тут интересно? Я была в Красноярске в 2012 году. Я училась на художника с танковой живописи, и нас водили туда по музеям на практику. Ну, из тех музеев, которые я знаю, это был шаг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, насколько я помню... Ну, не то, что помню, насколько я понимаю, что до Москвы, из Дальнего Востока, наверное, мне кажется, недели две надо ехать на поезде. Нет, может быть, конечно, это каким-то, скажем так, экспресс-вариант, что ли, покупали или ты, или там твои родители, или с кем ты там ехал. Типа, нам нужно срочно, поэтому давайте мы будем объезжать длинные участки и будем доезжать быстрее. Ну, наверное, как с почтой примерно. Либо авиа, либо что-то еще. Ну что ж, а первую пятерку... Да, песен будет 10, раскрою вам тайну. Первую пятерку замыкает следующая песня, и вот, что я о ней хочу сказать. Я хочу сказать, что для меня эта песня стала главным открытием 2020 года в нашей музыке. А клип на нее, это, ну, лучший отечественный клип, который я смотрел за последние годы. Правда. Мне кажется, что для этой песни будет идеально... Клип на эту песню будет идеальным примером того, как нужно правильно подходить к разработке клипов. Поскольку, как я считаю, по крайней мере, существование музыкальных клипов нужно для того, чтобы не только продвинуть свою продукцию, свои песни через социальные сети и телевидение, но еще для того, чтобы смысл, который заложен в песне, раскрывать его по-другому. В том числе, через видеоряд, через какие-то там сценарии и вот такое вот все. И вот мне кажется, вот эта песня, клип на эту песню, вот с этой задачей он справился просто на ура. Там и визуальная, и постановочная часть на высшем уровне, так и смысловая вообще очень удивила меня из-за того, что я смотрю в основном из наших отечественных. Если я смотрю какие-то клипы, они, как правило, существуют просто потому, что надо, а не потому, что нужно привнести какую-то дополнительную смысловую ценность произведения. Нет, это был обычный поезд из Тынды в Амурской области, и я ехал в Москву. Я почему-то сейчас вспомнил фильм Дылда, который был на каком-то кинофестивале, забыл, как зовут режиссера. А, Кантемир Балагов, по-моему, но не важно. Я вам сейчас тут описал все вот эти вот свои представления клипе, свое впечатление. Вы, конечно, спросите, а что это за песня такая? Ну, в таком случае у меня к вам вот какой вопрос. А вы в курсе, что Цой умер? Мои руки растут не оттуда, Мои ноги ведут меня не туда, и бумеранги не прилетают назад. Мои песни поет простуда, меня окружает среда, кто-то не выбрал этот день наугад. в моей голове звучит навязчивый зумер Цой умер Цой умер в моей голове звучит устойчивый зумер Цой умер я слышал Цой умер тридцать лет не хотел просыпаться новая музыка как-то не катит смотрел все тоже кино без альтернатив я пошел выточнить информацию в надежный источник стена арбатетом русским по-битонному написано Цой жив Но в моей голове звучит навязчивый изумер Цой умер, ц-ц-цой умер В моей голове звучит устойчивый изумер Цой умер, я слышал цой умер В моей голове звучит устойчивый изумер Цой умер, ц-ц-цой умер В моей голове звучит панический изумер Цой умер, да ладно, цой умер Не прав был патологоанатом, Зачем он вообще давал клятву Гиппократа? Я с ним не согласен, был в корне тогда. Война давно закончилась, а мы не знали. Верили, что молодость еще не потеряли. Так и пускали под откос новые поезда. В моей голове звучит навязчивый зумер. Цой, умер, ца-ца-ца, цой, умер. В моей голове звучит панический зумер. Цой, умер, ца-ца-ца, цой, умер. В моей голове звучит устойчивый зумер. Цой умер, цы-цы-цы, цой умер В моей голове звучит устойчивый изумер Цой умер, да ладно, цой умер Цой умер Плацкарти из Томска в Анапу И наоборот, торгаши сумками запали в мою память Пирожки, пирожки, беляши, чебуреки, семечки, пивом, покупаем А не купите, разобьем бошку, наверное, так они говорили Эх, моя рулетка, спасибо, что вспомнил ее Буду иметь в виду возможную помощь с вопросами Ну, ты, естественно, не забывай, кого надо пригласить-то, ну, ты понимаешь, да? Хе-хе-хе-хе Хотя я думаю, что если вдруг на ТВ появится возрожденная рулетка, я бы поучаствовал На самом деле, знаешь, когда ты сказал про то, что будет возрожденная рулетка С твоим участием, с участием простого человека для первого канала Мне очень хочется сказать, что Что даже Вспомнил вот эту печальную историю, связанную с некогда моей любимой телепередачей Которая называется Кто хочет стать миллионером Что Уже, наверное, лет сколько? Семь, наверное, не приглашают Обычных людей То есть там исключительно звезды И выпуски стало невозможно смотреть Потому что Там они очень долго тупят Очень долго тупят Типа Давай такой-то ответ Типа, да-да-да А может нет? А может нет? А может нет? А может почему? Я понимаю, что можно сомневаться Ну сука, да блять Придите вы уже к единому-то варианту И поэтому Скажу честно Даже выпуски с Максимом Галкиным Это просто как отдушина Правда Потому что Максим Он был хорошим ведущим Но все-таки не настолько крутая замена старого Деброва Который еще не обколол себя ботексом И не пытался строить из себя такого казака Какого-то светского человека Или что-то такое Вот этот Дебров, конечно, офигенный Нет-нет Именно одинажды Потому что как это было один раз Но слово одинажды в русском языке не существует Я к этому клоню Не та интонация Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха А, ну раз, Денис, вы настаиваете Моя рулетка Спасибо, что вспомнил ее Буду иметь в виду Возможную помощь с вопросами Я сейчас Я сейчас Чуть еще какой-нибудь Хрень не ляпнул Ну-ка, давай О, кстати, давайте сейчас Прежде чем исполнять следующую песню Давайте почитаем какую-нибудь Новость Связанную с этим делом Связанную Не то что связанную Хоть какую-нибудь новость Давайте сейчас рандомно что-нибудь найду Что-нибудь вообще Как бы Любую новость И пусть она будет Так сказать Пусть он будет Особенно прочтен Вот, например Смотрите Производство нового фильма Мартина Скорсезе Стартует кем-рале следующего года Об этом сообщает портал Ассанжес Ньюз По их данным Съемки Убийцы Цветочной Луны С Леонардо Ди Каприо И Робертом Де Ниро Я не могу Будут проходить Около четырех месяцев После этого После этого Команды уже ждут Долгие месяцы монтажа А по этому премьеру Вряд ли стоит ждать Раньше 2020 года Двухсотмиллионный триллер Расскажет о ситуации Произошедшей В начале прошлого века С индейским народом Ойседжи Который нашел Под своими землями Кучу нефти А затем Его представители Были убиты Один за другим Ты пародист однако Ну Я умею пародировать Только Дениса Колобаева Льва Лещенко Значит так Денис Дениска Давай-ка ты сейчас Принесешь нам раков и пивка Мы обязательно выпьем А потом споем Это день победы Так что давай Не сипи Не сипи его Денис Или например Можем какую-нибудь Даже Шутку прочитать Нет Вот смотрите Нет Я вот что придумал Сейчас Подождите Разорву любовь На куски Я разорву любовь На куски Буду слушать звуки Тоски Вот уже не важно Где свет Солнца в этом городе Нет Ну вот это было бы неплохо На самом деле Ладно Раз уж я тут голос Так сказать Разогрел Снова Можно в принципе Исполнить следующую песню Но сейчас посмотрим Что еще пишут люди А ты стал Как-то по-другому Пародировать Могул Шаш Такой получается Знаешь Если сделать Какую-нибудь Пародийную комедию Типа Последнего Киногероя То в принципе Неплохо получится Молодой Начинающий Молодой Начинающий Даже не знаю Кто Сварщик По имени По имени Колба Денисов Начинает что-то делать Он такой Здравствуйте Нет Здравствуйте Сегодня я хотел бы Поговорить с вами На тему сварки И так далее Грубо говоря Ладно Переходим К следующей песне Эта песенка У нас Что удивительно Вышла после автобуса И Она связана С хорошими Опять таки Воспоминаниями С которыми Мы впоследствии Разошлись Но Тем не менее Ну что Я хочу Вам сказать Что эта песня Ко всему прочему Это является Посвящением Одному Ну действительно Хорошему человеку И при этом Имеет в себе Элементы Книги Братьев Стругацких Игры Скайрим И вроде бы Даже Какого-нибудь Аниме Как вам Такое Сочетание Ну тогда Я вам скажу Только одно Переглянись Сочетание Переглянись Галактика Переглянись Бесконечно Много Поясов И звезд И их Несчасть Сколько Ярких И тусклых Пряд ли То Сосчитает Всерьез Сочетание Сочетание Но среди Черной Пустоты Дотянулся Сочетание 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 Славься Во веки Веков Принцесса По имени Скай Переглянись Вокруг тебя Лишь грязь Кровь И человеческая Нужда Она везде И в ней живет Вся планета Там, где хочется Лишь умирать И народ Во многом молчит Вспоминая Хозяйский Кнут Лишь я Тихонько Прошу Укажи Нам Верный Путь Я Вижу В тебе Надежду Свет И Нежность В оболочке Естественной Красы За руки Нас Возьми И Отведи Туда Где Не Существует Слова Рабы Мы Мы все Разные Кто добрый Кто злой А у кого-то Личности Две Но мы Едины Идем И доверяем Тебе По дороге Говоря Мы Род Людской А ты Наша Принцесса Принцесса Из Иных Миров Пришедшая В наш Брянный Мир И Подарившая Любовь И Каждый Кто Ее Коснется И Спытает Лишь Чистый Кайф Славься Во веки Веков Принцесса По имени Скай Видишь дальше всех нас И не гадаешь О том, что будет впереди А там много Тех, кто хочет Лишь убивать Защита, любовь, забота Все это будет Не вопреки Ведь клятву давала Как последняя Союза Дитя Ты красой своей Смени на день Ночь Сотри всю дрянь в пыль Да богина Дочь Ты для нас богиня Каждый хочет это сказать Крепко-крепко обнять И никогда Не отпускать Но ангельский голос Нам говорит Мне пора улетать У вас таких в системе много Важно не опоздать И в небо глаз летит Мы род людской А ты наша принцесса 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 из иных миров Пришедшая в наш бренный мир И подарившая любовь И каждый, кто ее коснется Испытает лишь чистый кайф Славься во веки веков Славься во веки веков Принцесса по имени Скай Славься во веки веков Славься во веков Это была песня под названием Переглянись Мы читаем тем временем чат дальше Ты все-таки решил спародировать пение Ты говорил, что не сможешь, потому что смех рвется наружу Но это тогда Ты знаешь, это как с творчеством Семена Слепакова Когда он Когда он Сочиняет какую-то смешную песню Типа вот такой Здравствуйте все, российские люди Я ваш премьер Чтобы жили вы лучше Приняли ряд эффективных мер Скруглосуточно, не смыкая глаз Мы работали Занимались мы вашими нуждами И заботами Я рад сообщить вам итоги работы Последних лет Чем гордиться есть Просто денег нет Хорошего вам настроения Хорошего вам настроения Хорошего вам настроения Выдержитесь здесь Просто денег нет Он вот это все поет А потом перестает Проржется и перестанет колоться Поэтому он с каменным лицом Это исполняет на сцене И на роликах Поэтому Все через тренировки, брат Происходит Все через тренировки Я так и думал Что это будет именно эта песня Разорву любовь на куски А это по-моему Корни береза Корни плакала береза По-моему, да, песня Давай что-нибудь другое Нет, ладно Не будем Не будем больше А ну-ка пропой Hello, darkness, mild friend Hello, darkness, mild friend I've come to time You will again Ну, как-то так примерно Hello, darkness, mild friend I've come to time You will again Ну, примерно так Ну что Очередная Так сказать Выпиваха И мы Подождем Что еще нам напишут люди Еще немножко поотвечаем Потому что Слишком мало времени Прошло между песнями Я пока подготовлю текст Ну, вернее, как Высвечу Вытащу его перед собой Та-да-да-да-да-да Можно, кстати Может масштаб Масштаб Попробовать уменьшить Ну-ка Нет, давайте Чуть Давайте чуть побольше О По-моему По-моему Зашибись Ну что Никто ничего не пишет А, ну Просто Трансляция до вас Не сразу доходит Ну, пока посмотрим Сколько народу Где тусует Запись тем временем Продолжается Так Ну, окей 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 Ладно Следующая песня Имеет, скажем так Заслуженное место Заслуженное место Она, короче, имеет Потому что Первые пять песен Они были в основном Такие мрачные Как я умею А вторые Это такие песни Которые полны надежд И давайте Я ее сейчас исполню Мне кажется Что даже Денис Который Может ее сыграть Я думаю На гитаре Кстати, Денис Как там у тебя с песней? Я заебал тебя Спрашивать об этом Но Почему бы и нет? Ну что ж Следующая песня Она Была написана Очень давно Еще до рождения Всех нас с вами Но если меня вдруг Смотрят люди С 70-го года рождения То Вы, наверное, Исключение Но тем не менее Песня Полна Полная надежд И которая На гитаре звучит Честно говоря Не очень А вот в пианино Самое то Давайте попробуем Бывают дни Когда Опустишь руки И нет ни слов Ни музыки Ни сил В такие дни Я был с собой В разлуке И никого Помочь мне Не просил И я хотел Идти Куда попало Закрыть свой дом И не найти Ключа Но верил я Не все еще Пропало Пока не меркнет свет Пока горит свеча Но верил я Не все еще пропало Пока не меркнет свет Пока горит свеча И спеть меня Никто не мог Заставить Молчание Начало Всех начал Но если душу Песни Мне расправить Как трудно Будет сделать так Чтоб я молчал И пусть сегодня Дней осталось Мало И выгнул свет И кровь Не горяча Я в сотый раз Опять начну Сначала Пока не меркнет свет Пока горит свеча Я в сотый раз Опять начну Сначала Пока не меркнет свет Пока горит свеча Вот так-то лучше Андрей Макаревич Спасибо вам за эту песню Она легендарна Как ни крути Песня сводится И тут должен быть Звукорежиссерский мем Где песня Сводится Но уже год прошел Сводится Но Знаешь Это для Рамштайна Больше всего Для Рамштайна Больше подходит Учитывая Что не альбом Ну ладно Не альбом Но как бы Нового материала Не было 10 лет Так дальше Что у нас Я могу играть Сой Небольшое произведение Для классической гитары Золотые рыбки А муж у меня Гитарист играет По нотам классику Ах так вы еще И замужем Сразу вспоминается Масяня Мадам Зачем вы замужем И она такая Не въезжает И говорит За футболист Спасибо что я вспомнил Я тебе сказал Спасибо что вспомнил Масяню А ты выступал Где-нибудь на публику Кроме стримов Например На живых концертах Я уже очень давно Когда только начинал Играть на гитаре Выступал 3 раза Но ты знаешь Если иметь ввиду Сцену Или хотя бы Какую-то Ну скажем так Посиделки у костра То такого не было Было что я выступал Там для трех человек И я помню даже Как-то был корпоратив один Мы там В частности Познакомились С некоторыми С теми Людьми С которыми я сейчас общаюсь И которых почему-то На стриме нет И я помню Что я играл И на гитаре И пел песню Группы металлика Nothing else matters И Я там Они меня поправляли По вокалу Потому что Говорили А это не так А это не то А это не сё А это так Вот это мне запомнилось Я в итоге Так эту песню Не доиграл Один раз Я в школе выступал На каком-то празднике В другой школе Один раз В доме культуры В процессе курсов Игры на гитаре И все это было 16 лет назад А с тех пор У меня выступлений не было Все выступления Были инструментальные Без пения Нет Два раза соло Один раз В ансамбле Знаешь Если ты в ансамбле То это и не страшно Потому что Ложу Ложу как у меня Многие могут И не заметить Хотя с оркестром Даже есть свои приколы Не знаю Видели ли вы Такое видео Там Короче Был Целый оркестр Этот самый Симфонический И они Исполняли Песню Нечейковского Блин Кто написал К этому Кромовой Джульетте Музыку Сейчас уже не вспомню Кто это И там Играли Всем оркестрам Вот эту музыку Вот это Вот это вот И В процессе этого По моему Горн французский Есть такой Музыкальный инструмент Французский горн Он значит тоже играл 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 партии Потом спустя 50 секунд Он стал играть мелодию Имперского марша Из звездных войн Только в другой тональности Это было Очень Это было Очень эпично Это было Идеальное просто попадание И там по моему Вообще весь оркестр Подключился По моему только он Я уже не помню Но сам факт того Что там Имперский марш Играл в произведении Ромео и Джульетты Это было Прямо вообще Эпично Мне нравится Боссанова Пытаюсь выучить Аквас де Марко Но это очень сложно Нужно растопыривать Пальцы И скакать по грифу Хотите я И сейчас это сделаю И покажу Что для меня сложно Вот сейчас Впервые Наверное Видите Прокофьев О спасибо Денис Прокофьев Да Для меня Вот что сложно Сейчас Так Рука у меня Вроде не устал Сейчас попробую Видите Ничего не было слышно Поэтому попробую еще раз Вот это вот Если кто не знает Это была Metallica Master of Puppets Если еще Вот это вот Я могу И то надо Очень Иметь быструю руку Вот это вот Та-да-да-да-да Вот это я не могу Танец рыцарей От Прокофьева Спасибо Денис Переходим Постепенно К следующей Песне Это Последняя Моя Оригинальная Песня Выпущенная Последняя Оригинальная Песня Вышедшая В этом году И На самом деле Мне даже Очень приятно То что Именно эту Песню Был неплохой Показатель По просмотрам Что-то Их там сейчас Что-то за 300 И Мне нравится Что она Нашла Хоть какой-то Отклик От людей Эта песня Была написана Мною Когда Я смотрел Вечернего Урганта И один из его Фрагментов Я решил засемплить И Потом Пришла идея Вот это вот Его фразу Вот эту вот Его фразу Которая вошла И стала в итоге Названием песни Она Послужила для меня Такой идеей Сделать песню Про то что Исторические события Они происходят Не по причине Не только по причине Действий всяких Политиков Военных Каких-то там Еще людей Приближенных К высшему шалону Власти Но все-таки Простые люди И такие примеры Я сейчас вам Собственно И Озвучу Грубо говоря И вы узнаете Какие события Происходили Несколько лет Назад Несколько лет назад Добыв огонь Дикарь спать ушел Несколько лет назад Созрел на яблоне Особый плод Несколько лет назад Крестьянин спас царя От страшной расправы Несколько лет назад Империя пала От женской отравы Несколько лет назад Рабочий класс Поменял Построй Несколько лет назад Самолет покинул Анонс бабло Несколько лет назад Сто тысяч убрали Диктатуру Коли Несколько лет назад Астролог Билл Убивал Но не был пойман Не всегда король Не всегда офицер Меняют времена По вине Или благодаря Простым людям Рушится привычный Расклад Мы причина Мы следствие Того Что с нами Происходит Сейчас И то Что с нами Было Несколько лет Назад Несколько лет назад Тюна для экологии Стала всем Несколько лет назад Вечный жид Поднял культуру С колен Несколько лет назад Ученый сжел В сону Забыв о страхе Несколько лет назад Сергей поднял Футбол Из супермаркет Не всегда король Не всегда король Не всегда офицер Меняют времена По вине Или благодаря Простым людям Рушится привычный Расклад Мы причина Мы следствие Того Что с нами Происходит Сейчас И то Что с нами Было Несколько лет Несколько лет Назад Не всегда Король Не всегда Офицер Меняют Время По вине Или благодаря Простым людям Рушится Привычный Расклад Мы причина Мы следствие Того Что с нами Происходит Сейчас И то Что с нами Было Несколько лет Назад Вот такая вот Историческая песня Интересно Кстати Раз уж Я ее исполнил Давайте Давайте Вот что вы мне скажете Вот из тех Из всех тех Исторических событий Которые я сейчас озвучил Скажите пожалуйста Узнали ли вы хоть что-то Я могу даже сейчас По строчкам Такой интерактивчик Мы сейчас с вами устроим По событиям Попробуйте Эти события угадать По поводу Добытого огня И ушедшего спать Дикаря Я думаю Не нужно тут ничего Рассказывать Потому что Ну это как бы Общее такое событие А вот Созрел на яблоне Особый плод Как вы думаете Что это Я пока выпью Например Созрел на яблоне Особый плод Как вы думаете О чем речь Могу пока Прочитать следующее Крестьянин Спас Или про что Или про Пало От женской отравы Но в любом случае Эта песня Не про коронавирус Я не хочу Даже про это писать Хотя Вдохновение Есть на это дело Откровенно говоря Пока звучу Следующую Четверку Рабочий класс Поменял Госстрой Самолет Покинул Анонс Баблом Сто тысяч Убрали диктатуру Коли Астролог Бил Убивал Но не был пойман Ваши варианты Плод Нет Это не коронавирус Или вы думаете Что Летучая мышь Растет на яблонях Что ли Или как Просто как Сочетается то Что человек Неудачно поел Суп То ли из летучей мыши То ли еще из чего И в итоге Весь мир от этого Страдает Нет Ну На самом деле По поводу яблони Там прямо В самом В самой строчке Есть прямой ответ На этот вопрос Прямой Надеюсь не политика Но политика здесь тоже есть На самом деле Да Есть Одно из строчек Ну давайте Ваше предложение Или так и скажите Что сдайтесь Я вам все расскажу Разом Просто сдайтесь Я все расскажу Разом Ухнем И угнем haupt При этом Кстати что удивительно Горло у меня при этом Не сорвалось Все пока работает И электричество Никто не вырубал Поэтому Все こう obrigås у вас господа у меня есть варианты с падающим микрофоном но это другое встанет их вот так давайте так я сейчас короче так открою час часы вот как только настанет 20 41 вы собственно представите мне свои варианты итак я думаю я долго буду гадать ну вот а луна луна а вы что скажете я сдай усь рассказываю созрел на яблоне особый плод это появление айфона яблоня apple но можно было догадаться крестьянин спас царя от страшной расправы это отсылка к подвигу ивана сусанина который поляков сбил с пути и в итоге они там шли вроде как царя убивать я не помню кстати кто тогда был но он типа повел их по ложному следу типа спас их и вроде даже за это его отблагодарили особым образом империя пала от женской отравы это слух что это слух о том что какая-то женщина то ли жена то ли какая-то приближенная к нему к этому человеку она его отравила он умер и в итоге развалилась целая империя речь об александре македонском он там умер что-то едва он там короче когда ему 30 или около того исполнилось он там естественно завоем было куча завоеваний и как только он умер никто не смог все это контролировать империя за считанные месяцы развалилась и кстати про разрушенные империи рабочий класс поменял госстрой тоже нет вариантов нет вариантов рабочий класс поменял госстрой я уже сам вспомнил это октябрьская революция великая октябрьская революция ну как бы рабочий класс это простые люди они организовать они случилась революция в итоге вошел коммунизм и появился советский союз собственно самолет покинул анонс баблом это история знаменитого афериста дэна купера который захватил как как-то самолет у него была якобы бомба в сумке он попросил несколько попросил сумму наличных денег чтобы мы выдали и пара парашютов и от получив его его требования удовлетворили он в итоге пошел к стюардессе сказал чтоб она была в кабине пилота не выходила до следующих указаний как итог там открылся какой там сзади открылась и не помню как это называется в общем у самолета открылась задняя дверь и он из нее выпрыгнул где он сейчас неизвестны нашли несколько купюр которые вот и были по номеру своему они принадлежали именно тем кто эти деньги передавал то есть это там государственные мушки это банки то есть они нашли но самого дэна купера не нашли и его и тайна его исчезновение и в принципе вся эта история она окутана тайной и считается как бы что-то типа легенды городской астролог билл убивал но не был пойман это прямая отсылка к небезызвестному джеку потрошителю убийца который фигуры который убивал в 1888 году там проституток он убивал там я не помню 11 их что ли было и он до сих пор как бы чине не никто не знает кто был под ним а нет вру-вру-вру-вру-вру-вру-вру-вру-вру-вру-вру-вру это не джек потрошитель это зодиак вот почему зодиак поэтому астролог потому что зодиак он себя называет убивал что свыше 30 человек это были 70-е годы в америке и его также до сих пор не поймали опять-таки тоже тайна дюна для экологии стало всем но тут прямо вообще все прозрачно и понятно но объясняю тем не менее дюна это классическая научно-фантастическое литературное произведение за авторством небезызвестного блин как как его зовут то блин а фрэн герберт вот она была вышла в 65 году и стала одной из главных произведений научной фантастики и соответственно зарождением всемирного экологического движения там было много наук затронута в этой прекрасной книге но в том числе экологии поэтому своими идеями которые которые вкладывал герберт свою книгу вот она и по сути стала возрождением экологического движения всемирного вечный жид поднял культуру с колен это оксимирон который по вы который сделал скажем так рэп нормальным но это пока там не пришли всяким мэр мэр генштерны и прочие но именно вечный жид его вот эти вот знаменитые рифмы которые мне нравятся вот одна и вот самая моя любимая это вот это вот прости золотая но тебя не золотают толпа раненых людей что-то бежит из золотая то есть золотая золотают и зала запитая тая то есть люди тают выходя из зала вот это мне нравится оксимирон это прям вот его вот это движение фирменное да и офигенный мужик он поднял культуру это правда ученый шел в зону забыв о страхе это подвиг известного советского ученого валерия легасова во время ликвидации последствий аварии на чернобыльской аэс именно его консультации именно его действия привели к тому что весь мир не захлестнула ядерные ядерной катастрофой то есть из-за этого пришло из-за этого получилось остановить распространение радиации по всему миру и мы ему обязаны тем что мы дышим до сих пор царство ему небесное пусть его душа так сказать покоится с миром ну и сергей поднял футбол и супермаркет это отсылка к деятельности сергея галицкого супермаркет он основал как известно основал магнит он соответственно основал футбольный клуб краснодар который за 12 лет сделал то чего больше большим большие футбольные клубы до сих пор не могут нормально сделать это сделать нормальную академию построить стадион там заделать фундамент на несколько поколений вперед ну и он даже вроде как удостоился памятника то что в магните там торгуют просрочкой там всякое еще такое но те кто подписаны на канал все работы хороши наверное понимают что насколько там плохо и работать и покупать хотя у нас кстати в прошлом году по моему даже открыли кучу магнитов в городе и пятерочек а вот за футболом за краснодаром мне следить интересно так что сергею галицкому спасибо хотя у него фамилия настоящая была арутюнян вроде как ну ладно переходим к следующей песне для меня как и для большинства людей день рождения это в первую очередь светлый праздник и в том числе ассоциирующийся с с детством о том как собирались куча друзей торт здоровенный на столе там кока-кола там крабовые салаты еще что-то такое но тем не менее мне вот это за это нравится день рождения я скажу честно я этот день рождения пока что не праздновал потому что работаю много и поэтому я хочу в качестве такой вот отсылки к своему детству исполнить одну из своих самых любимых песен и одну из самых наверное не то что недооцененных редко играемых я высказал песен и вот это вот многократно в общем самая концовка которая естественно исполнил она я от нее кайфую больше всего бленный бармен с дрожащей рукой дыма табачного плен и то что согласно ехать со мной тоже является частью вселенной счетчик такси похожий на пульс прямо во двор и налево звезды следы трассирующих пуль тоже являются частью вселенной чёрствый коньяк разбавленных лет сжатые нерв на колени губы твои словно карточный плен тоже является частью вселенной дыма дыма тусклый рассвет в холодном окне время конвейерной лентой и все что сейчас происходит во мне тоже является частью вселенной тоже является частью вселенной Тоже является частью Вселенной. Тоже является частью Вселенной. Группа Ронда тоже является частью Вселенной. И вы, мои зрители, тоже являетесь частью моей Вселенной. И Луна, и Дракончик, и Гриша, и Катя Романова, и все вы, вы тоже являетесь частью моей Вселенной. Ты вот хорошо умеешь искать смысл в словах песен. Помню твой целый разбор песни «Батарейка». Я так не умею. Ну, на самом деле, спасибо тебе за комплимент. Ну, я просто пытаюсь сделать хоть какое-то разнообразие в том, что я делаю. Но при этом, хочу тебе сказать, относительно вот этого разбора, я помню мне, я показал этого самого товарища Гильдееву, и он сказал, что эта песня, этот разбор, это... Как же он это сказал-то? А, натягивание совы на глобус. То есть, типа, что там все надумано. Если были бы какие-то подтверждения от непосредственно создателей песни, то есть какие-то намеки, то можно было догадаться. Но при этом, я ему сказал, что вдохновлялся я, когда делал это видео, я вдохновлялся роликом, где говорилось о том, что художественный фильм «Сияние» Стэнли Кубрика, это признание самого Кубрика в том, что он участвовал в лунном заговоре. Хотя всем мировым научным сообществам не выдерживает никакой критики сам факт лунного заговора. Поэтому, он, кстати, тоже акцентировал на этом внимание, и поэтому, руководствуясь этим, я сделал такой вот разбор. Хотя, надо сказать, что я его вообще не планировал делать, он у меня появился просто внезапно. Причем, Гриша Ющенко мне частично подал эту идею. Правда, люди не поняли такой вот подачи от меня этой информации, что в итоге ролик сейчас имеет больше дизлайков. Кстати, Денис, если тебе понравилось, ну-ка давай-ка лайк, и вы луна, тоже поставьте лайк. Но опять-таки, если я этого заслуживаю. Как тебе интернет-сериал внутри Лапенко? Я его практически не смотрел, я смотрел в Инстаграме самого Лапенко, как он выступает. Ну, конечно, мне он очень сильно напоминает Сатира, который тоже профессиональный актер, который пришел Ютубом. И пришел Ютуб исключительно с талантом, то есть умением перевоплощаться. Хотя надо сказать, что Лапенко с этим все-таки, как мне кажется, справляется лучше. Потому что какие-то отзвуки реального голоса Сатира в его пародиях, он все-таки довольно явно прослеживается. То есть я понимаю прекрасно, что это пародия, но все-таки мне кажется, что для идеальной пародии нужно максимально и с голосом тоже работать. То есть поэтому, вот как Денис говорит, что когда я его пародирую, то у меня получается шарж какая-то, а не шарж подражания, но все-таки не пародия, как мне кажется. Но Лапенко крут, это безусловно. Лапенко охренен, охренителен. И причем образ инженера, образ криминального авторитета, образ... Я не помню, как зовут, но он учитель английского. И идеальная картинка вот под всякие кассетные записи 80-х, 90-х. Но с этим он справился на ура, прямо я считаю. Поэтому Лапенко крут. Именно интернет-сериал внутри Лапенко я не видел, но о самом Лапенко я очень хорошо отзываюсь. Ну что, мы в общем-то вещаем уже почти 2 часа. И поэтому... Поэтому я думаю, мы сейчас исполним заключительную песню. Вроде... А нет, ничего пока не пишут. Но я думаю, что вы попишите еще чуть-нибудь дальше. Кстати, Денис и Луна, пожалуйста, не уходите. Я вас очень прошу, потому что я хочу, чтобы вы остались. Я думаю, что все-таки мы, не изменяя нашей традиции, все-таки включим... Сейчас, извините. Включим... Включим игру, которую мы играли в прошлый раз. Но я хочу, чтобы вы поучаствовали, так сказать, в этой игре. Как вы на это смотрите? А пока вы на это отвечаете, мне на это, я хочу исполнить заключительную песню. Эта песня, по сути, одна из моих визитных карточек. Эта песня была написана на чужие стихи. Ну, вернее, как? Я их доработал от себя. И эта песня еще была известна тем, что Гриша Ющенко сделал охренительнейший кавер. Просто охренительный. И ничего лучшее из переделки моего творчества я не видел вообще. Понимаете? Так что я хочу сейчас эту песню исполнить. В первую очередь, чтобы подарить вам надежду на хорошую жизнь, на хорошие дела. Чтобы поддержать свою надежду внутри себя. И чтобы просто сказать, что... Ровно как и герой этой песни, то бишь я... Что я в самое хорошее верю. И я действительно верю. Я верю, что где-то живет та страна, Чей дух всех светлее свечей. Что мрачного света не знает она. И в полумраке ночей. Что в этой волшебной далекой стране Все запахи сотканы из нот. Что люди в ней знают счастье в добре. И каждый об этом поет. Я верю в чистую любовь, даже среди чужих. Чтоб градус злобы и страха вновь незаметно затих. Чтоб люди держались за руки вечно. Чтоб улыбку ловили глаза. Чтоб друг друга любили нечеловечно. Чтоб мы вместе шли до конца. Я верю. Я верю. Я верю Я верю Я верю в честность народа Иначе нам всем не жить Чтоб чистой была Его дорога Чтобы легче было ходить Совесть она у всех одна И ею надо дорожить И если обманешь, не достанешь сона И тебя все будут судить Я верю 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 во все хорошее И верю Чтобы у вас было все хорошо Чтобы вы были здоровы Чтобы всегда было много денег Чтобы вы Любили Тем чем занимать Чтобы вы любили чем вы занимаетесь И все в этом духе И вот на такой хорошей ноте Я хотел бы закончить Наш сегодняшний онлайн концерт Я был в Красноярске в 2012 году Я учился на художника Станковой живописи И нас водили туда По музеям на практику Ну из тех музеев Которые я знаю Это был конечно Краеведческий музей Который Рядом с коммунальным мостом Я в обоих городах Был только проездом Ты имеешь ввиду Новосибирск и Красноярск Денис Как ты относишься К возрожденной передаче Слабой звеной Ждешь ли возрождения Русской рулетки Я к возрождению Слабого звена Я скажу честно Я к нему вообще Абсолютно прохладно отношусь И как к передаче И как к возрождению Но мне кажется Это очередное свидетельство того Что Отечественное телевидение Захлестнуло Исключительно попытка нажиться На чем-то Чем-то достойном Что было раньше Потому что то Что производят телевидение сейчас Ну А про это уже много Что сказали на самом деле И пусть говорят И как там Время покажет 60 минут Всякое такое То есть Какие-то оригинальные Действительно идеи Не появляются Тоже поле чудес Уже 30 лет ему Как там Якубович Еще с ума не сошел Хотя может быть И сошел Но относится к этому Самой иронии А что касается Возрождения русской рулетки А зачем нам Возрождение русской рулетки Когда у нас есть Твоя версия Денис Тем более что Я буду ждать Третьего выпуска Если что Ты можешь ко мне обратиться Я тебе могу подогнать Несколько вопросов Причем они не будут повторять Это будут Не будут Повторением Каких-то Телевизионных Телевизионных версий И поэтому Будет Скажем так Твой плюс Плюс для тебя Как для человека Который будет этим заниматься Ну что Давайте выпьем И приступим К следующей песне Новосибирск и Красноярск Я когда На поезде Ехал с Дальнего Востока В Москву Шесть дней дороги Через всю Россию Подожди С Дальнего Востока Шесть дней до Москвы Редактор с Дальнего Востока